Всем здравствуйте! Доброго времени суток! С вами я, Ника. Это мой канал Московские Будни. Сегодня я буду готовить творожную пасху. Покажу вам, как я это делаю. Для этого мне понадобится молоко. Жирность должна быть не меньше 2,5%. Все пропорции укажу под видео в описании. Молоко, сметана, яйца, масло сливочное, сахар, курага, изюм, ванильный сахар и я еще возьму немножко орехов. Я все вам покажу, как я это делаю. Оставайтесь со мной до конца. Для начала я выливаю сюда молоко и ставлю на плиту, чтобы его довести до кипения. Пока молоко у нас будет закипать, я продолжу подготовку. Все вам буду показывать. Пока молоко греется на плите, в отдельную миску я выкладываю сметану, добавляю яйца. И венчиком взбиваю до однородности. Затем, когда молоко закипит, я эту массу добавлю в кипящее молоко. Затем, когда молоко закипит, я беру в кипящее молоко. Как только молоко закипит, я вот эту однородную массу, взбитая сметана с яйцом, залью в кипящее молоко. А тем временем я возьму размягченное сливочное масло, добавлю сюда сахар, добавлю ванильный сахар и буду взбивать миксером до однородности. Тем самым временем у меня молоко уже закипает, я эту массу буду заливать в кипящее молоко. Я перемешаю всё, выливаю эту массу в горячее молоко, всё перемешаю, доведу до кипения. Затем откину на марлечку в отдельную кастрюлю, как только сейчас масса свернётся у меня. Готовила отдельную кастрюлю, туда положила марлечку, туда можно ситечко, и туда буду выливать эту массу. Так, смотрите, молоко моё закипает, вот такая вот масса творожная получается. Сейчас я откину на марлечку в другую кастрюлю, я приготовила всё, сейчас туда буду откидывать. Всё, я это оставляю, пусть это всё стекает, а я продолжу заниматься маслом. Я масло с сахаром и с ванильным сахаром буду взбивать, а это пусть остывает. Я уже начала это делать, вот таким вот образом. Сейчас я разобью всё это и вернусь. Я взбила масло с сахаром и с ванильным сахаром, в эту смесь я добавлю уже стёкший творог. Теперь я буду всю эту массу, масло, творог, сахар, ванильный сахар, всё вместе взбивать буду до однородности. В готовую взбитую массу я добавлю заранее подготовленную, вымытую и порезанную мелко кусочками курага. Изюм я тоже помыла, подсушила заранее, добавляю. И ещё я добавлю немного орехов. Теперь я всю эту массу перемешаю. Заранее я подготовила форму. Марлю, для этого нужно марлю намочить, вложить в форму. Так, всё это у меня перемешано. Масса готова. Теперь я беру форму. Марлю я заранее намочила, марлю сложить вдвое. Сложить так, чтобы вот на этих уголках были складочки. Тогда будет более красиво выглядеть у нас пасово. И в готовую форму буду выкладывать готовую массу. Массу полностью я всё выложила, плотненько. Далее я беру и накрою марлечкой всё это сверху. И поставлю гнёт. И уберу в холодильник. Сейчас я здесь поставлю гнёт. Поставлю в мисочку поглубже, чтобы туда всё стекало. Так, ну всё готово. Я подготовила всё. Кладу сверху такое вот блюдо, компот. Сверху поставлю, это будет у меня служить гнётом в глубокой мисочке. Всё это отправляю в холодильник. Теперь эту пасху вы увидите на моём пасхальном столе в воскресенье. Я всем вам хочу сказать огромное человеческое спасибо за то, что вы меня смотрите. Я хочу вам сказать спасибо за то, что вы ставите лайки, пишите комментарии. Я всех вас благодарю. Я всем вам желаю крепкого здоровья, хорошего настроения, мирного неба над головой. Берегите себя и своих близких. А с вами была я, Ника. И это мой канал «Московские будни». Всем пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»